Все мы знаем с малых лет, если играть со спичками, то беды не миновать. Однако этого слишком мало, чтобы избежать пожара. Ведь беда может нас подстерегать даже в собственном доме. Даже чтобы затопить печь, нужно знать элементарные правила. О них нам сегодня расскажет сотрудник пожарно-спасательной части номер 3 Алексей Иванов. Алексей, расскажите, все ли я сделала правильно? Во-первых, не должно быть слишком длинных дров, чтобы они не торчали из печи. Запрещается разжигать дрова бензинами и другими легковоспременяющимися жидкостями. Место под дрова должно быть обязательно из негорючевых материалов. То есть желательно лист железа толщиной 10 мм. Алексей, а как понять, если ваша печь неисправна? Печь должна быть обязательно побелена. То есть если при появлении малейших трещин будут видны черные полосы, что будет означать, что печь неисправна. И при розжиге, если из печи идет дым, это значит, что дымоход завибит и необходимо произвести его чистку. В зимнее время также одна из причин пожаров – это электрообогреватели. То есть электрообогреватели должны быть сертифицированы, не должны быть самодельных электрообогревателей, так как это приводит к пожарам. Не должно быть скруток, должны быть электропакеты соответствовать нагрузке. И еще несколько простых, но очень важных советов. Не оставляйте печь затопленную без присмотра. Подождитесь, когда угли полностью сгорят. Только после этого закрывайте задвижку. Печь не должна быть устроена близко к легко сгорающим конструкциям, легко воспламеняющимся конструкциям. И не сушите вещи над печью, так как это может привести к возгоранию. Пожарные напоминают и о совсем уж элементарных правилах. Не оставлять непогашенными сигаретные окурки в доме, уходя выключать электроприборы и быть осторожными с пиротехникой. Телефон пожарно-спасательной службы МЧС 101. Надеемся, он вам не пригодится. Мария Амвасканян, Алексей Жилин, телекомпания АТВ.